На пресс-конференции Федеральной миграционной службе России по Чувашской республике обсудили предварительные итоги работы государственной программы переселения соотечественников. Актуальность тем обусловлена ситуацией в Украине. Чувашия включилась в эту важную работу в начале года, когда стало ясно, что наши соотечественники из когда-то дружественного нам государства ищут себе другое место для проживания. Нескончаемые военные конфликты сделали их жизнь невыносимой. Люди стали уезжать в Россию в поисках нового дома. Многие приехали в Чувашию. Временные правила организации работы с такой категорией граждан в рамках программы переселения намного упростили все процедуры обустройства. Понятно, что участниками программы могут быть люди, родившиеся, проживающие на территории Российской Федерации, состоявшие в гражданстве СССР и их потомки. С начала года в республике на миграционный учет поставлено более 4 тысяч граждан Украины. То, что заложено в программе финансово, было обозначено, как уже говорилось, это подъемные. Но в программе Чувашской республики, которая была утверждена, вступила в силу в апреле месяце 2014 года, была заложена сумма в размере 429 тысяч 32 рублей на 8 семей или 20 человек. Эти деньги предусматриваются на медицинское обследование граждан, желающих стать участниками госпрограммы, потому что обязательно медицинское обследование и плата за наим жилья в течение 6 месяцев на участника программы. И хотя количество участников программы в этом году было увеличено на 200 человек, желающих переехать оказалось больше. Так что на 2015 год в программу надо вносить коррективы. Свидетельство участника государственной программы получила и семья Бычковых, 4 месяца назад прибывшая из Украины. В Чувашии они оказались не случайно. Мать Людмилы родилась в нашей республике. Деток у нас двое. Старшие ходят в школу. У них сегодня праздник, день матери. Он готовился, он утренник, выступает. Поэтому он как бы сейчас на таком мероприятии. На первом мероприятии на своем здесь. Да, он первоклассник. Вот. Мы в садик ходим тоже. Встретили нас очень хорошо. Здесь нас приняли. Не отказали. Помогли с документами. Очень все вежливо, тактично, корректно. Марина Рябцева, Анастасия Алангина, Андрей Шоклев, Республика.